Их уже 131 точка роста. Накануне на базе 18 учебных заведений сельской местности прошел марафон открытий центров образования. Их задача снизить количество аварий с участием детей. Лаборатории безопасности помогают ребятам лучше усвоить правила безопасного победения. В Сотне спортсменов из 24 регионов России стартовал седьмой этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Надо ли отдавать ребенка на занятия для физического развития и какую пользу несет спорт детям в семье Кулиевых, знают ответ. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия». С вами Мурат Женкьюзов. В республике прошел марафон открытий центров образования «Точка роста» на базе 18 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Как отметил глава республики Рашид Тимрезов, в регионе уже 131 такой центр, а до конца следующего года в планах открытий еще 19. Открытие центров – это прежде всего внедрение новых методов обучения и воспитания, что в свою очередь является залогом обеспечения равных условий для получения качественного образования вне зависимости от того, в какой местности проживают дети. У ребят есть замечательная возможность не просто углубленно изучать науку, но и делать это творчески, креативно, при этом открывая в себе таланты и развивая способности. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что с таким качественным подходом к получению образования и вниманием со стороны государства мы воспитаем умных, талантливых и успешных граждан великой страны. Наши дети – это наше будущее. Именно им делать новые открытия, покорять вершины и горизонты. И от того, что мы сегодня вложим в них, зависит наше завтра, судьба народа и всего государства. Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. О ситуации с заболеваемостью острой кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии рассказала врач-инфекционист Людмила Артищева. На сегодняшний день под наблюдением медиков в инфекционной больнице в Черкесске находятся 29 детей и 9 взрослых. Все пациенты идут на поправку. Также доктор рассказал о том, как обезопасить себя в период заболеваний. Это прежде всего соблюдение правил личной гигиены. Потом там кто-то говорит здесь сказать, что какие-то количество заболевших, обратившихся за медицинской помощью с августа по середину сентября в 22-м и 23-м году отличается всего на одного человека. То есть, в принципе, это обычная ситуация с сезонным подъемом острых кишечных инфекций. С изменением климата, похолоданием, в общем-то, кишечные инфекции, они сами сойдут на нет. Во всяком случае, сейчас уже поток обратившихся как за консультацией, так и за госпитализацией практически сократился. Все кишечные инфекции – это болезни грязных рук. Прежде всего, нужно мыть руки как можно чаще. В общем-то, это не только после посещения каких-то санитарных комнат, но и также по приходу домой. Это мытье фруктов обязательно, мытье овощей. В Карачаево-Черкесии третий год существует комплексная программа, которая должна помочь снизить количество аварий с участием детей. Как показывает практика, профилактические мероприятия с использованием лаборатории безопасности интересны воспитанникам школ и детских садов. Занятия помогают ребятам лучше усвоить важные уроки. О том, как они проходят, в сюжете Артура Мхце. Около проезжей части идёт практическое занятие по безопасности дорожного движения. Учащиеся Иконхалской средней школы отвечают на вопросы автоинспекторов межрайонного отдела Адыгехабльский о том, как вести себя вблизи опасного участка. Скорость проезжающих мимо автомобилей сейчас невысока. Возможно, из-за присутствия здесь же стражей порядка. Однако школьники должны в первую очередь полагаться на собственные знания, которые получили от полицейских и представителей лаборатории безопасности на теоретических занятиях. Каждое занятие от друг друга отличается. С малышами мы играем. Мы сегодня были в трёх школах, поэтому мы играли и взяли с собой вот такие игрушки. Со взрослыми у нас ждут конкурсы. Мы учим вас переходить дорогу, правильно кататься на велосипеде, на самокате. На какой цвет переходить дорогу? Сколько существует светофоров? Федеральная комплексная программа, направленная на снижение аварии с участием детей, была запущена в России в 2017 году. В Карачаево-Черкесии лаборатория безопасности появилась спустя три года. Её сотрудники периодически выезжают по образовательным учреждениям республики, а также принимают их воспитанников у себя на базе Аграрно-технологического колледжа. Как правильно вести себя в той или иной ситуации? Каковы требования к перевозке детей? Ответы на эти и другие вопросы юным пешеходам демонстрируют на практике. Всё-таки некоторым ребятам куда лучше даются знания, которые они почерпнули не только из учебника. Например, примерив на себя костюм одного из персонажей увлекательных представлений. Закрепить полученную информацию можно профилактической акцией. Возможно, такие оповещения на татуаре помогут избежать несчастного случая. С началом учебного года мы проводим ряд профилактических мероприятий и занятий в виде игр и викторин с учениками нашего района, Альгихабльского и Ногайского. В том, что такой формат занятий этим ребятам подходит, можно убедиться, выслушав их ответы даже на запутанные вопросы. Есть уверенность, что мальчишки и девчонки уже и сами смогли бы провести уроки безопасности для младших школьников. Как проходит занятие? Вот приходит к вам автоинспектор. Дальше вот что вам говорят? Переходите дорогу как попало. Нам не говорят такое, потому что мы должны соблюдать правила безопасности. Если мы будем переходить так, то нас, скорее всего, собьет машина. Для этого есть зебра. Зебра – это дорожный пешеход, где мы должны переходить, и светофор. Наверное, скучно, да? Нет, они проводят очень весело и нам очень интересно. А в чем интерес? Вот что ты узнаешь на таких занятиях? Ну, правила дорожного движения. Мы узнаем много того, что нужно для нашей же безопасности. С первоклассниками мы работаем еще с детского сада. Мы рассказываем правила дорожного движения не только школьникам, но и дошколятам. Поэтому они нас тоже очень хорошо знают и достаточно хорошо, по крайней мере, теорию знают правила дорожного движения и могут сами рассказать об этом уже в первом классе. Ну и, глядя на то, как мы проводили сегодня практические занятия, тоже очень хорошо могут рассказать и показать на практике, как они это делают, как переходят дорогу. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. На полях Карачаево-Черкесии началась уборка технических культур. Первыми к работе приступили сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Зеленчукского, Хабецкого, Малокарачаевского и Прикубанского районов. Овощи нового урожая будут представлены жителям и гостям республики на осенней сельскохозяйственной ярмарке, проведение которой запланировано в октябре. Прогнозы по сбору урожая хорошие. В первые же дни аграрии собрали более 1 тысячи тонн картофеля, порядка 500 тонн сахарной и 30 тонн столовой свеклы, на очереди капуста, морковь и другие овощи открытого грунта. В столице Карачаево-Черкесии стартовал седьмой этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». В соревнованиях участвует более сотни спортсменов из 24 регионов России, а также Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. Трассы пролегают по дорогам четырех республик СКФО и по Адыгее. В Карачаево-Черкесии лучшим шоссейным велогонщикам предстоит не только состязаться на скорость и выносливость, но и увидеть уникальные горные пейзажи Дамбая и Архиза. Как говорят все, кто имеет отношение к отечественному велоспорту, «Дружба народов Северного Кавказа» – это не только настоящий праздник, но и возможность популяризировать этот вид спорта среди все большего числа людей. 16 сентября велогонка завершится в Майкопе. Что значит для Карачаево-Черкесии проведение участия в статусе хозяев одного из этапов такого состязания важного? Для нашей республики это колоссальный импульс для развития этого вида спорта, для популяризации этого вида спорта, вообще для популяризации здорового образа жизни. Эти мероприятия призваны именно, чтобы молодежь, подрастающее поколение равнялись на чемпионов, на спортсменов, чтобы приобщались к этому движению велосипедному. Но я в первую очередь хотел бы выразить слова благодарности главе республики, а также министру спорта и всем сотрудникам ГИБД, ОВД, скорых помощи, которые обеспечивают нам по всему маршруту безопасность. Это самое главное для спортсменов. Второе, что мы должны организовывать такие турниры с целью популяризации субъектов. Почему-то мы все смотрим только зарубежные турниры, а свой, который не уступает по красоте инфраструктуры, по природным ресурсам, которые здесь располагают, мы не освещаем. Поэтому наша задача, как можно больше проводить таких турниров, естественно, с участием телевизии. Каждый родитель хочет видеть своего ребенка достойным человеком и чтобы он рос здоровым. По этим причинам принимают решение отдать свое чадо заниматься спортом. Мальчиков чаще всего отдают в секцию боевых искусств. Так семья Кулиевых и поступила. Никто об этом не жалеет, а какую пользу принес спорт для их сына и какие успехи, расскажет Альбина Ламкова. У меня 11 медалей, 8 первых и 2 вторых. Знакомьтесь, это Шикур Кулиев. Ему 9 лет и 4 года. Из них тренируются мастерству кикбоксинга. В начале занятия проводились в игровой форме. Они были направлены на укрепление организма. Затем, ближе к 7 годам, начались серьезные упражнения. Шикур рад, что его родители отдали его на кикбоксинг. Этот вид боевых искусств сочетает в себе разнообразные техники тхэквондо, карате и бокса. Разрешены удары ногами и руками, которые запрещены в боксе. Кикбоксинг для активных детей, стремящихся к самоутверждению, какими является Шикур. Поэтому из множества вариантов секции решили отдать выбор кикбоксингу, рассказывает его мама Хусния. Еще она признательна тренеру сына, Мурату Талибову, за большую работу и наставление, которые он вкладывает в ее ребенка. Я не ожидала, что на будущем у нее много победы будет, на удачи. Что я могу еще сказать. Вы сами родом и не из нашей республики. Откуда вы приехали? Мы приехали очень давно в Азербайджане. Мои дети все здесь родились. Боевые искусства развивают силу, скорость, координацию движений и ловкость. На тренировках ребенок закаляется, получает навыки самозащиты. Еще у детей развиваются такие важные качества личности, как дисциплинированность, целеустремленность, воля к победе. Ребенок, который посещает секцию по боевым искусствам, учится достойно справляться с неудачами и ставит новые цели. Эти качества помогают во всех направлениях жизни. Шикур, скажи, а как ты занимаешься в школе? Нравится ли тебе учеба? Нравится. Столько не нравится просыпаться с утра. А какой твой любимый предмет? Математика. Никита Меркулов считается его старшим наставником. Он неоднократный победитель турниров по кикбоксингу. Никита уже выполнил норматив мастера спорта России. Все же спорту надо отдавать все время, надо жертвовать. Либо ты в учебе хорош, либо ты в спорте. Там и там не получится. А дальнейшие планы. Сейчас вот мне исполнилось 18 лет. Я перехожу в возрастную категорию. Вот сейчас мы поедем на Кубок Кавказа 25 августа. Там будут мои первые соревнования во взрослой мужской категории. Говоря о Шукуре, Никита похвалил мальчика и сказал, что он подает надежды на успехи в будущем. Если проявит большое трудолюбие и упорство в спорте. Шукур один из самых старательных учеников из группы. У него все получается. На соревнованиях он показывает хорошие результаты. Если он продолжит в таком же темпе, не забросит, я думаю, он достигнет таких же результатов, а может быть и больше, чем я. У Шукура Кулиева все впереди. Теперь будем следить за его успехами в спорте. Возможно, в будущем его ждут громкие победы в кикбоксинге. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Завтра Карачаева, Черкесия и ее столица, город Черкесск, отметят день рождения. Какие мероприятия планируются, что интересного могут увидеть гости и жители республики, обо всем этом рассказал нашему корреспонденту Мадине Лайпановой, министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гербов. Интервью смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Уже в эти выходные во всех уголках нашей республики пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкеска. Более подробно о том, какая программа подготовлена для жителей и гостей региона, мы поговорили с министром культуры Карачаева-Черкесии Зурабом Гербовым. Зураб Замирович, это неделя для нашей республики особенная. Хотелось бы узнать, что подготовило министерство для жителей нашего региона и гостей в праздничную такую неделю. Нашу столицу и наши районы в этом году ждет очень интересная программа, которая реализуется у нас впервые в рамках фестиваля «Мир Кавказу». В наш регион на фестиваль приезжают 12 наших дружественных братских регионов. Это представители и Северного Кавказа, и Южного федерального округа, и новых территорий. Даже наши друзья из Южной Осетии и Республики Абхазия. Фестиваль будет проходить у нас два дня. В первый день коллективы разъедутся по районам, чтобы своим творчеством порадовать не только жителей столицы, но и каждого райцентра, а на второй день здесь, в Черкесске, на нашей главной площади, соберутся лучшие представители этих регионов для того, чтобы в галоконцерте фестиваля «Мир Кавказу» показать как раз все свое многогранное творчество. В течение дня фестиваль будет наполнен тремя рабочими площадками, мастер-классами, круглыми столами, где мастера искусства обменяются опытом и будут выстраивать совместную работу. Кроме того, на улице Первомайской каждая из регионов представит небольшую экспозицию в рамках улицы Дружбы, где будут представлены работы народно-художественных промыслов. Помимо мероприятий в рамках фестиваля «Мир Кавказу», большая программа подготовлена и мэрией города Черкеска, и Министерством по делам туризма, которая в эти же выходные проведет более 50 мероприятий в разных форматах. Проделана огромная работа. Хотелось бы узнать, как организовывался праздник и во взаимодействии с кем. Вообще фестиваль «Мир Кавказу» традиционно реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Нашим регионам выделена субсидия на организацию этого праздника. Для нас большая честь, что регионы откликнулись на такое приглашение и приехали к нам, чтобы поздравить нас в День Республики. Ну и, конечно, показать себя, потому что фестиваль этот традиционный, он проходит уже 22-й раз, и из года в год меняет регион проведения. В этом году нам удалось приурочить его именно к нашему празднику. Если говорить об основных точках проведения мероприятий, где конкретно они будут располагаться? Программа праздничных мероприятий, которая запланирована на 15-16 сентября, довольно обширна. И специально для удобства жителей города она распространяется не только на центральную часть города, не только на Зеленый остров, которые станут, конечно, ключевыми местами проведения, но и в нашем новом парке в районе завода РТИ на улице Гутикулова, а также на новой аллее в районе улицы Даватора, также пройдет большая программа для детей и взрослых. Это достаточно масштабное мероприятие, и таких было не одно в этом году. Хотелось бы узнать, какие особенно яркими были, и что планируется министерством в оставшиеся три месяца? Для нас важно, что этот год, наверное, первый год, когда мы полноценно вышли из пандемии, стал насыщенным в культурной жизни. Мы видели фестивали, которые проводили различные министерства, мы видели артистов, которые приезжали к нам со всей страны для того, чтобы и узнать нашу Республику, и рассказать о своем творчестве. И День Республики в этом году главный, наш самый большой праздник. Ну и отрадно, что наш амфитеатр в этом году не пустовал практически ни одну неделю, и постоянная череда концертов. Сейчас мы прорабатываем еще несколько концертов, но основная задача наша, конечно, чтобы они не только в Черкесске проходили, но и в районных центрах, и даже в каждом Дворце культуры, которых у нас сейчас работает много после ремонтов, проходили активные интересные мероприятия. Что бы Вы могли сказать, как публика сейчас реагирует на культурные такие мероприятия, более активно или все-таки еще немного после пандемии не отошли? Как Вы считаете? Если оценивать реакцию наших зрителей, конечно, приятно, что она становится все более и более позитивной. Возвращается привычка ходить на мероприятия, которая, к сожалению, была утеряна во время пандемии, это было серьезное испытание. Сейчас, конечно, важно, чтобы очень разнообразный продукт был представлен в культуре, и чтобы каждый зритель мог найти то, что ему по душе. И до конца года еще мы представим несколько интересных проектов. У нас в планах привезти классический балет сюда, и работа наших оркестров будет также в новом формате представлена. Артисты наших госучреждений и соседи из других регионов на осенне-зимний период этого года запланировали большую программу. Поэтому мы приглашаем всех любителей культуры следить за анонсами, обязательно подписаться на телеграм-канал Министерства культуры, где вся информация анонсируется, ну и пользоваться общей нашей афишей, где все анонсы мы публикуем. Это сайт Яндекс.Афиша Корочава-Черкесия. Там можно приобрести билеты, в том числе по пушкинской карте, которая бесплатно дает ребятишкам от 14 до 22 лет, молодежи, приобретать билеты на эти мероприятия. Летние месяцы позади, сейчас мы находимся в преддверии театрального сезона. Вот хотелось бы узнать, что ждет зрителей нашего региона в этом сезоне. У нас в республике очень эффективно реализуются субсидии на поддержку театров, и каждый из театров в этом году получил финансовую поддержку на приобретение аппаратуры, необходимой материально-технической базы, а также на постановку одного или даже двух спектаклей. Поэтому наши зрители, которые следят за творчеством театров, в этом году увидят и новые детские спектакли, и взрослые спектакли. В этом году мы ввели такую практику, когда популярные спектакли на родных языках переводятся на русский язык, для того, чтобы более широкая аудитория могла познакомиться с творчеством наших артистов и с наследием культуры, которую они воссоздали в новых произведениях. Поэтому семь новых пьес представлено в этом году, и сейчас они в основном будут демонстрироваться в нашем новом театрально-концертном зале, в нашем колледже культуры и искусств, в котором мы провели отличный ремонт. И сейчас, уже буквально на этой неделе, новый зал открывает свои двери, для того, чтобы именно в театральном зале с большой сценой, с кулисами, с хорошей акустикой, зритель мог наслаждаться театром. Пока мы завершаем работу над проектом и ждем финансирования работ по реконструкции нашего здания драматического театра, именно зал в колледже культуры и искусств будет нашей основной театральной площадкой. Мы знаем, что министерство активно поддерживает различные молодежные инициативы. Что бы вы могли сказать, насколько активная наша молодежь, и есть ли какие-то проекты, которые вы могли бы отметить особенно? Все больше ребят, все больше команд молодежных эффективно используют и механизм грантовой поддержки, придумывают свои идеи, прописывают проекты, подают их на грантовые конкурсы и получают деньги на реализацию этих проектов. Таких проектов у нас в этом году несколько. Замечательный проект «Музыка улиц» показал себя и в городе Черкесске, и в районах республики. В этом году осенью мы запланировали проведение совместной проектной школы вместе с Российской академией музыки имени Гнесиных. Сюда к нам в республику приедет более 40 студентов Гнесинки, которые вместе с нашими ребятами будут как раз учиться, как правильно писать и подавать проекты в сфере культуры, потому что сегодня это мощнейший инструмент, и грантовая система она очень большая. Нам отрадно видеть, что мы не только как ученики в этом проекте, но и уже сами делимся опытом, в том числе о том, как снимать фильмы, в том числе как создавать музыкальные проекты. Ну и, конечно, здесь большая работа ложится сейчас на школу креативных индустрий, где работают у нас пять новых студий. И, кстати, во всех мероприятиях, которые мы проводим, все больше и больше задач на себя берут школьники нашей школы креативных индустрий, ее преподаватели. Поэтому можно сказать, что молодежь все больше и больше берет на себя ответственность и создает новые яркие проекты. В этом году министерством было реализовано много проектов в партнерстве с кем-то. Вот хотелось бы узнать, какие проекты были реализованы и что, может быть, планируется еще. Мы в своей стратегии определили, что сами мы трезво смотрим на возможности. Мы маленькая республика, у нас не такие большие возможности, но есть очень хорошие партнеры, друзья, большие институты развития, которые своей большой задачей как раз и ставят развитие не только культуры где-то в Москве, в столицах, но и в регионах. И в этом году примером таких проектов стал проект, который называется «Другой звук». Это фестиваль музыки и науки, который в этом году во второй раз был реализован в нашей республике. Участниками стали более тысячи человек. Из Москвы к нам приехало более 50 музыкантов, причем солисты и музыканты Московской консерватории, то есть очень высокий уровень. Еще один проект, который с успехом реализован и сейчас еще продолжается, это создание и открытие инсталляции на памятнике защитников перевалов. Это огромный проект, в котором 30 тысяч гильз были установлены как цветы на постаменте возле нашего памятника. И это символ, но сегодня признан одним из наиболее интересных в Северном Кавказе архитектурных проектов. Это пример сотрудничества, нашего сотрудничества с Российским музеем изобразительного искусства имени Пушкина. Соответственно, каждый такой проект для нас дает возможность самим набираться опыта, привлекать ресурс как финансовый, так и экспертный, таких серьезных партнеров и двигаться дальше на следующий год и до конца этого года. У нас еще есть такие проекты, поэтому следите за нашими новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова